Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC, передача «Экономика дня», и я ее ведущая Елена Косолапова. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance за 5 лет отмыла по меньшей мере 2,35 млрд долларов незаконных средств. Такие результаты исследования, проведенного Reuters. Транзакции были связаны со взломами инвестиционных мошенничеств и незаконной продажей наркотиков. Сегодня мы будем говорить о темной стороне крипторынков и о том, есть ли способы заставить их работать в рамках закона. У нас в студии Вугар-Намазов, эксперт рынка капитала, а на видеосвязи из России с нами находится Виктор Першиков, ведущий аналитик компании 8848Invest. Приветствую вас, уважаемые эксперты. Большое спасибо, что присоединились. Господин Першиков, начать я хочу с вас. Итак, согласно исследованию Reuters, Binance отмыла, помогла отмыть более 2 млрд долларов незаконных средств. Как вы считаете, это единичный случай или вопрос не в данной конкретной бирже, а в том, что сама структура крипторынков, криптобирж предполагает то, что туда приходят люди, чтобы отмывать деньги? Добрый вечер, спасибо большое за вопрос. У этой монеты две стороны. Криптовалютные площадки в основной своей массе могут использоваться и используются с целью отмывания средств, полученных незаконным путем. И, безусловно, средства, которые поступают на криптовалютные обменники, либо на криптобиржи, они могут затеряться среди чистых денег. И если вдруг есть цель скрыть или каким-то образом отмыть незаконно полученные средства, то криптобиржи, конечно, представляют определенный интерес для групп или для людей, которые занимаются данными активностями. Но при всем при этом, даже на примере биржи Binance и суммы 2,5 миллиардов, мы понимаем, что объемы этого самого отмыва средств крайне незначительные. Ну что такое 500 миллионов долларов в год, когда Европа и Соединенные Штаты Америки, например, классические финансовые институты, такие как банки, Мы каждый месяц слышим новые расследования о том, что в очередной раз банк попался на скандале отмывания средств, недостаточные процедуры, зная своего клиента, недостаточное следование антиотмывочному законодательству. Я бы в этом отношении не демонизировал криптовалютную отрасль и криптовалютные биржи в частности. Цель криптобирж как бизнеса не предоставить площадку для незаконной деятельности, но то, что криптобиржи могут использоваться для целей отмывания средств, это факт. Господин Анамазов, теперь вопрос к вам. И тем не менее, вот такое происходит, и на фоне этого достаточно часто звучат призывы на уровне правительств разных стран, что нужно отрегулировать работу крипторынка в соответствии с существующими законами. Но возникает вопрос, возможно ли это чисто теоретически, чисто технически, учитывая то, что какого-то единого центра регулирования у этих рынков нет. Соответственно, получается, что каждая страна будет регулировать в соответствии со своими законами? Знаете, это вопрос двух концов. На данном этапе как раз-таки идут депутаты, можем ли, если мы применяем законодательство в финансовой сфере к торговле по криптовалютам, то если будем применять те же самые методы, вот, допустим, сейчас в Сенате обсуждаются новые законы, как можно контролировать именно рынок криптовалют, то мы можем прийти к тому, что, да, через пути KYC и AML, то есть если мы будем знать своих клиентов, с кем работаем, если будем давать правильную процедуру проверки истока источников и пути денежных средств, то контролировать можно по финансовым потокам и по клиентам. А регулировать сам рынок, да, общие какие-то параметры можно составить, но тут самое важное же нам, мы говорим о отмывании денег, мы говорим о том, что легализация, извиняюсь, финансирование нелегальной деятельности, то в этом плане вот как раз-таки те меры, которые применяются по AML и KYC, то есть Know Your Customer, в этом плане усилить условия и составлять, и как бы повышать уровень знатности инвесторов и участников рынка, как можно, потому что что мы видим, что делают сейчас криптобиржи, если они видят какие-то подозрительные операции, они блокируют аккаунты, а как инвестор их никому не нужно, неинтересно, чтобы его аккаунт был заблокирован, поэтому как инвестор, который не спекулянт, инвестор, который заинтересован на самом деле в инвестициях, который верит в это, он всегда будет проверять свои операции, поэтому именно законодатель в этой области, да, это вполне решаемая задача, и мы видим результаты, мы видим, как государство борется этими путями, они давят на биржи, и биржа, само собой, применяет тот же самый Binance, который применяет те же самые методики по контролю, по усилению, усилению traceability, то есть как мы видим пути самого, самой валюты, как она движется по аккаунтам, то есть да, это можно сделать, это вполне реализуемо. Господин Першиков, ну вот как господин Амазов сказал, что криптобиржи, они предпринимают такие меры, блокируют подозрительные операции, а со стороны государства, чисто теоретически, возможно ли отследить криптооперации, ну и, соответственно, заблокировать, если какие-то из них кажутся подозрительными. Ну, наверное, всегда легче смотреть на примерах, допустим, Китай в прошлом году запретил любые операции с криптовалютами, значит ли это, что в Китае сейчас вообще никакие операции не проводятся? Вообще как можно это отследить? Ну, понятно, майнинг, наверное, можно отследить, учитывая, сколько энергии он потребляет. А вот если идет оплата криптовалютой, это как-то видно? Разумеется, частные транзакции между частными лицами, либо юридическими лицами невозможно отследить. И на примере Китая мы видим, что там криптовалюта никуда не ушла, она никуда не делась. Объемы оборотов криптовалют, даже несмотря на фоне запрета, они крайне высокие. И по последним данным уровень добычи майнинга криптовалюты в Китае с точки зрения мощностей остается довольно высоким. Это если не топ-3 мирового объема, то во всяком случае около того. Поэтому законодательно, да, в Китае запрещена майнинговая деятельность и максимально ограничены криптовалютные транзакции. Но это в первую очередь запрет для классических банковских и финансовых институтов обслуживать криптовалютные компании, либо обслуживать криптопотоки без единого регистра, реестра кошельков с идентифицированными владельцами и источником средств. Ни о каком контроле со стороны государства с захождением криптовалюты у граждан речь идти. Можно. Мы понимаем, что идея создания данного реестра, она утопична. Поэтому, коротко отвечая на вопрос, может ли государство контролировать криптопотоки, мой ответ нет. Господин Амазов, а есть ли возможность контролировать деятельность криптобирж, если государству кажется, что они нарушают закон? Ну, понятно, что, наверное, можно заблокировать сайты каких-то криптобирж. Но в современном мире, я думаю, все знают, что такое VPN, все эти блокировки можно обойти. И опять же, если на конкретных примерах, возвращаясь к той же Binance, она была объявлена вне закона в Великобритании в прошлом году. Что это значит, что сейчас, если приехать в Великобританию, нельзя воспользоваться ее услугами? Все зависит от того, что мы имеем в виду, как заблокировано. Да, то есть им запрещено предоставлять услуги по криптоторговле в территории УК. Но граждане УК, они могут вполне открывать счета в тех странах, где это можно делать. Мы это в других странах тоже, в Мизе, в других примерах тоже. То есть реклама каких-то сервисов в стране и запрет на пользование этих продуктов со стороны граждан этой страны, это две разные вещи. И вот в примере в Великобритании мы это видим, да, граждане не могут торговать, но только не на той бирже, которая там зарегистрирована. То есть, опять-таки, речь идет не о том, что запрет граждан торговать, а запрет предоставлять услуги и рекламировать бизнес. Это две разные вещи. Господин Першиков, а все-таки, если госрегулирование криптовалют введут, ну, хотя бы в каких-то основных развитых странах, судя по большому количеству заявлений в этом направлении, все-таки к этому идет. Как вы считаете, что это значит для крипторынка? Ну, в частности, как это отразится на стоимости криптовалют? Ну, во-первых, я полагаю, что введение регулирования даже на уровне каких-то отдельных стран – это вопрос довольно сложный. Ну, тут Соединенные Штаты Америки вроде как планируют перейти к вопросу регулирования, и даже уже есть проект законопроекта относительно регулирования. Но в целом законодательное регулирование сферы цифровых активов – это, конечно, огромная головная боль. Самая главная задача для мировых регуляторов и для центробанков мировых – это не запрет и не попытка каким-то образом максимально все отследить. Это создание таких условий для отрасли криптовалютной, когда она не будет, а будет, наоборот, являться источником, ну, например, поступлений в бюджет, либо источником возможностями создания рабочих мест или каким-то другим образом будет интегрирована. И в данном случае, безусловно, это позитив, это плюс. При всем при этом достичь этого сложно, и страны мировые чаще всего предпочитают идти по пути запрета сферы цифровых финансовых активов. Если мы говорим о крупных странах – США, Китай, Евросоюз, то здесь, конечно, запрет, он негативен. В моменте это негативно для рынка цифровых финансовых активов. Однако, опять же, мы понимаем, что ни о каком глобальном запрете цифровых активов речи не идет. Поэтому, в целом, если мы сейчас будем говорить о введении какого-то единого международного регулирования отрасли, то в целом это скорее будет некий позитив, но я, зная психологию инвесторов рынка ЦФА, предполагаю, что они, скорее всего, в принципе не будут на это ориентироваться. И, опять же, до регулирования криптовалют более-менее адекватного, который бы устроил и бизнес-отрасль, и центробанки, и финансовые регуляторы, до этого еще очень далеко. Господин Амазов, а вы как считаете, госрегулирование, ну или международное какое-то регулирование, это благо или, наоборот, вред для криптовалют? Знаете, есть понятие overregulation, то есть это всегда плохо. Это независимо, это криптобиржа, это обычная биржа, не имеет значения, это финансовые рынки. Все равно всегда есть предел регуляции, всегда есть предел тому, насколько глубже мы можем регулировать рынок. Но сейчас, по сути, его вообще нет? Ну, сказать, что нет, официально, да, можем сказать, но есть какие-то рычаги, которыми можно контролировать рынки, которыми можно наблюдать за потоками, которыми можно какими-то образами видеть, что происходит. Но прямых рычагов недостаточно, да. Но сказать, что нужно ли это, сложно, потому что, как отметил коллега тоже, то есть объем того, что происходит по money laundering, по всем мире, по криптобиржам, это всего лишь там ниже одного процента того, что отмывается. Поэтому сказать, что этот путь к отмыванию, его нужно быстро всем контролировать, немножко сложно сказать. Что это нужно контролировать, потому что мы ущемляем права и мистеров, тоже сложный и непрямой вопрос. А с точки зрения касательно отмывания, да, из-за того, что нужно это контролировать, потому что это большой импакт создает на общую экономику. Опять-таки вопрос значительности результата, чему мы добьемся. Да, это хорошо, что мы будем контролировать, если государство будет контролировать в рынке, то объемы по отмыванию, они уменьшатся. Но насколько уменьшатся, да, это вопрос, потому что есть очень много других сфер, где эти операции вполне реализуемы и гораздо проще их проводить, нежели на криптобиржах, на рынке криптовалют. Поэтому роль, я бы сказал, контроль заключается в том, чтобы сделать так, чтобы на самом деле операции стали, они финансово не желаемы, чтобы там какими-то путями начались по интенсивности операции или по другим каналам проводить те операции, которые крайне нежелательны и нежелательны для экономики, нежелательны для страны. Но если все-таки политическое решение такое будет принято, что мы со следующего месяца или со следующего года регулируем этот рынок для криптовалют. Это повысит привлекательность, если смотреть глазами инвесторов, или наоборот? Опять-таки все зависит от инвесторов, которые захотят торговать на этом рынке. Те инвесторы, которые более-менее консервативные, никогда не смотрели даже в стороны криптобирж, которые не хотели торговать, в которых опитается совсем другой. Может кто-то из них после регуляйшена, после того, как они увидят, что там есть какие-то почвы, к которым они уже привыкли в других рынках, может кто-то оттянется. Но чисто по объему, по участникам, которые уже участвуют, мне кажется, что все чисто субъективное мнение, что оно уменьшится, потому что этот рынок именно создавался на базе коллективного доверия. Господин Першиков, вновь хочу обратиться к вам и поговорить с вами о российском рынке. Когда несколько месяцев назад только начали вводиться санкции против России, то на Западе высказывались опасения, что именно криптовалюты будут использоваться для того, чтобы обходить эти санкции. Насколько эти опасения, на ваш взгляд, оправданы? И опять же, всегда легче смотреть на примерах, если взять другие страны, которые живут под санкциями, например, Иран, Венесуэла. Насколько широко там используются криптовалюты? И действительно ли они используются для обхода санкций? Коротко отвечая на ваш вопрос, криптовалюты крайне незначительно используются для обхода санкций, объемы крайне невысокие. Тут нужно учитывать два фактора. Первый фактор это то, что, например, на уровне Ирана мы возьмем, Иран не особо афиширует и правильно делает, не заявляет во всеуслышание, что они обходят санкции при помощи криптовалют. И это там не государственная программа, но тем не менее, в том числе и предприятия государственные, и большие крупные бизнесы используют цифровые активы с целью взаиморасчетов, например, с партнерами за рубежом по тем или иным сделкам. Это норма, и ничего страшного в этом нет. Опять же, говорить о том, что они тем самым обходят санкции, но вопрос довольно дискуссионный. На примере Российской Федерации нужно отметить, что в целом объем капитализации криптовалютного рынка и, что более важно, ликвидность наиболее популярных криптоактивов, она не до столь значительная, чтобы такое государство, например, как Российская Федерация, могла решить все вопросы, связанные с международной торговлей и международными сделками при помощи цифровых активов. Просто потому, что частные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум и многие другие, они для этих целей, мягко говоря, не подходят, их волатильность очень высокая, и в принципе, это не те цифровые активы, которые можно использовать в качестве средства платежа. Скажем так, какие-то стабильные истории, привязанные к курсам, так называемые стейблпоины, они в каком-то смысле могут использоваться для взаиморасчетов, но опять же, если вы ведете торговлю и обходите санкции, например, при помощи криптовалюты, вы же все равно подписываете договора. В этих договорах вы все равно отражаете суммы контрагентов, кошельки криптовалютные, с которых уходит крипта в качестве оплаты и на которые она поступает. Ну и соответственно, о каком мы здесь, скажем так, анонимном обходе санкций можем вести речь, когда все абсолютно прозрачно видно, и даже со стороны Запада, Западу при желании нет больших сложностей для того, чтобы понять с кем и за какие криптовалюты, например, Российская Федерация ведет свою торговлю. Поэтому я не сторонник использования криптовалют с целью обхода санкций. Частные случаи, они вполне возможны. Безусловно, крипта может использоваться для того, чтобы вывести, например, из страны деньги в том или ином виде. Это распространенная практика, например, последние месяцы. Но если мы говорим о том, что государство, как такой юридический участник, будет вдруг криптой использовать и криптой торговать и каким-то образом перемещать ее, на мой взгляд, это не очень перспективно. И в целом использовать криптовалюты для этих целей, на мой взгляд, неподходящая история. Господин Амазов, ну, тем не менее, вот совсем недавно российские СМИ писали о том, что Минфин России вроде бы рассматривает законопроект, который позволит использовать криптовалюты для ведения внешней торговой деятельности, оплачивать такие контракты. Как вы считаете, упростит ли это внешнюю торговлю России в нынешних условиях, когда она достаточно сложная? Вообще, в мире насколько развита такая торговля международная с оплатой в криптовалютах? Вы знаете, ответить будет сложно, потому что то, что сказано и то, что сделано, это разные вещи. Поэтому, наверное, на рынок эти слова, скорее всего, точно повлияли, потому что сам рынок, он волатильный, и любые высказывания, любые санкции, любые изменения, которые грядут, которые будут делаться, и любые тезисы, они напрямую влияют на рынок, потому что он highly volatile и очень зависит от внешних факторов касательно информации. Но сказать, что будет после их применения, довольно-таки сложный вопрос. А если смотреть в мировом масштабе, насколько это популярно? А вы знаете, в мировом масштабе... Можно ли что-то купить сейчас за криптовалюту? Да, есть страны, которые можно покупать по криптовалютам, можно применить, можно оплачивать операции, услуги, товары, да, можно, но применить это в масштабах государства, и в масштабах государства, которым применены санкции, отношусь скептически немножко. Господин Першиков, к вам вновь вопрос. Поговорим о надежности криптовалют на сегодняшний день. Допустим, сравнительно недавно, где-то месяц назад, буквально за пару дней обвалилась практически до нуля криптовалюта Луна, при том, что до этого по капитализации это была одна из крупнейших криптовалют. Есть ли вероятность, что судьбу Луны повторят какие-то другие криптовалюты, включая такие крупные, как биткоин, эфириум? Пример Луны, он довольно яркий, это тот самый пример, когда в погоне за успехом, доходностями и так называемым хайпом команда разработчиков упустила важные элементы, именно технические, и по сути мы увидели обвал, связанный не с тем, что проект вдруг оказался скамом, как многие считают, а с тем, что чисто технически проект просто не справился, и произошли события, которые именно с точки зрения разработки должны были учитываться. Но у нас все гонятся за скоростью, за известностью проекта, часто очень забывают на технические детали обращать внимание, поэтому имеем вот такие яркие примеры. Биткоин и другие капитализированные, крупные капитализированные проекты в меньшей степени подвержены подобным обвалам, просто потому что несопоставимый уровень капитализации, хотя вы правильно отметили, что Луна был довольно капитализированным популярным проектом. Все-таки, если мы говорим о каких-то частных проектах, которые разрабатывают отдельные команды, там, конечно, вопросов очень много, и довольно сложно порой бывает отобрать в портфеле для инвестирования действительно надежный актив, потому что даже аудита порою не хватает. Но в целом я считаю, что за последние несколько, 5-7 лет рынок цифровых финансовых активов довольно значительно подрос, укрепился, в том числе и с точки зрения технологического развития. Опять же, уровень проникновения цифровых активов, он уже вышел за пределы криптобирж, и крупные банки, и крупные финансовые институты предлагают криптоуслуги, криптопродукты своим клиентам. И многие криптопроекты частные, например, в банковском секторе хорошо интегрируют свои технологии. Поэтому в целом подобный одномоментный обвал я бы на это не ставил. Я вижу в целом риски, которые есть у крипторынка, и мы сейчас видим, что цены на наиболее капитализированные активы падают в несколько месяцев. Но это риски, связанные больше такие фундаментальные внешние, нежели какие-то внутренние технические проблемы отрасли. То есть вы считаете, что с Луной это отдельный взятый случай, то есть ошибка исключительно разработчиков, и это не связано с каким-то кризисом на крипторынке? В каком-то смысле это кризис, это кризис идей, когда, еще раз подчеркну, важно запустить, массово провести рекламу, чтобы капитализация взлетела, чтобы все в тебя поверили. И в этот самый момент ты просто-напросто как разработчик упускаешь важные элементы, которые приводят к провалу по итогу. В каком-то смысле это кризис сегодняшнего дня, но это не говорит о том, что в целом рынок цифровых активов в настоящий момент находится в кризисном состоянии, и это, разумеется, не так. Господин Намазов, тем не менее, обвалилась не только Луна, но и многие другие криптовалюты за последний месяц где-то, в том числе и биткоин. Понятно, что не такое резкое падение, но тем не менее. Многие эксперты это связывают с ужесточением монетарной политики во многих странах, с поднятием базовых ставок. Вы согласны с таким мнением, или все-таки есть какие-то еще причины, которые провоцируют вот эту ситуацию? Любую ситуацию на финансовых рынках провоцирует именно фундаментальные основы и поведение рынка. В данном случае, я скажу по своему опыту, с клиентом, с которым мы общаемся, с людьми, с которыми мы встречаемся, есть очень малая доля, те, которые именно понимают суть криптовалюты, как она образуется, как она торгуется. То есть, что это означает? Изначается, что эти люди торгуют, да, они торгуют большим объемом, они торгуют большой интенсивностью, но на каких основах они торгуют? Они торгуют на основании новостей, слухов и тенденциях, которые происходят на рынке. То есть, это означает, что обвал одной криптовалюты, а выход какой-то новости по финансу или там изменение цен в самом биткоине, оно влияет на другие рынки, влияет на поведение инвесторов. Я просто короткий пример, наглядный пример привел. И сказать, что там в основном те факторы, которые фундаментальные вы назвали, влияют ли они, влияют, но мне кажется, что... Есть еще основной фактор, который маркет-сентимент, которое именно поведение, психология инвесторов, которые влияют на это все. Поэтому взять на основу только этот фактор я не стал бы. Вот вы затронули вопрос того, чем руководствуются инвесторы. А как вы считаете, насколько просты вложения в криптовалюты для инвестиций, как способ инвестиций? Вообще рекомендовали бы вы его для начинающих инвесторов? Допустим, вот вчера мы обсуждали IPO, и эксперты были единодушны в том, что это достаточно сложный инструмент, и для начинающих он не подходит. А вот криптовалюты как, подходят или нет? Я поделюсь своим личным опытом и мнением. Мне кажется, что совсем наоборот. Для начинающих объяснить IPO компанию, принцип компании был бы, мне кажется, что легко. Опять-таки вопрос аудитории, с кем мы общаемся, с какой аудиторией мы придаем продукт, с какой аудиторией имеем дело. Но в плане комплекса, это есть люди, которые начинают торговать сразу с дериватива, которая еще намного сложнее, чем и IPO, и биткоин, я бы сказал, оба взяты вместе. Поэтому сказать, что порекомендовать, с чего начинать, опять-таки вопрос аудитории, вопрос в самом продукте, что будем предлагать. Но опять-таки есть полные успешные инвесторы, которые начинали с биткоина, есть люди, которые начинали именно инвестировать в IPO. Опять-таки вопрос такой, сказать конкретное мнение, что рекомендовал бы. Я бы рекомендовал бы IPO, конечно же. Господин Першиков, и напоследок вам задам тот же вопрос. Попрошу ответить кратко, буквально в двух предложениях, потому что время наше заканчивается. Вы рекомендуете для начинающих инвесторов криптовалюты или нет? Я рекомендую. При этом нужно вкладывать не все деньги, которые есть, и не ожидать быстрого заработка. 5, 10, 15% стоит вложить и подождать роста капитализации рынка в ближайшие полтора-два. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, на этом время наша передача подошла к концу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». С вами была я, Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о работе криптобирж, попытках регулировать их деятельность со стороны правительств разных стран и о том, как такое регулирование может изменить крипторынок. В дискуссии участвовали эксперт рынка капитала Вугар Намазов и ведущий аналитик компании 8848Invest Виктор Першиков. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok